ролики смотрю ваши понравились как вы проповедуете как рассказываете но я сразу скажу у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не против не я слушаю говорите пожалуйста какие вопросы есть так вот так вопрос вопроса ну вот ма как маловерие у меня как как вообще какие молитвы надо все равно как-то решу стараешься она получается не знаю ну начнется с малого бороду не бреете зачем ее бреете вы же мужчина на войне был не брил а сейчас шахте работаю респиратор никак не надо это обман респиратор мне операцию делали когда и начале а в рот толкают это шланг то надо убрать я говорю тогда я уйду домой нет нет мы сделаем по другому все сделали это разговор у меня на военном билете я даже 61 год еще был 1961 я уже на военном билете с бородой еще вот так вот это подкаблучники мужья бреются над кем жены командуют это власть твоя значит буду отпускать у меня была борода не трогать ее смотрите христос бородой апостолы все с бородами пророки все с бородами и посмотрите даже патриарх у нас как красиво выглядит но с украины которые приезжают они тут развращают народ бритые священники а я с донецка а я и не знал чтобы с украины это они этот западный западный разбрат сюда несут на нас все секты все оттуда идет на же тут война ну получается я воевал четыре года а и боевать не надо господь сказал любите врагов ваших вот по телевизору то одно показывает а тут творилось совсем другое за самолетами город наш начали мы знаем это наши люди ездили туда составляли караваны продуктов туда везли мы это хорошо знаем мой брат священник он туда ездил и там какой-то город такой сейчас я даже не не знаю антрацит что ли называется за рядом рядом вот и они туда ездили у него грамота оттуда там какой-то атаманов казаков написал там с печатью что привезли продукты все мы вас помним каждый день молимся о вас украина это не другое государство мы один народ один народ вот но это тем внушили так что они там я не знаю как то они делятся и что им американцы все это я и видел и негра тут военных и негров они на совом могиле стояли когда я думаю не американцы все в нас самих я долго ездил по америке меня оттуда пригласили проповедовал в разных городах пришлось говорить американцы что американцы русские которые туда едут так и как-то знаешь а американцы они все протестанты почти они не православные а раз не православный чередик понятно это вы на зиму приезжаете в барнауле да из барнаул приезжаем на 4 месяца уезжаем ну володя у меня на 5 уезжает а я на 4 месяца и вот 10 июня уезжаю день моего рождения а 10 октября возвращаемся я тоже с города уехал хозяйство завел огороды у меня селе живу мы в украину когда ездили то у меня книги выше 38 томов и мы по всему миру разбозили так нам проезжать надо в шенгенскую зону а мы через украину туда и сюда основали а как началась вот эта заварушка то и нам пришлось теперь через юг через грузию выходить дальше понятно там у вас слушаю я получается ну часто утром утренняя молитва вечерняя читаю молитвы молюсь там нас от себя тоже как но получается как воевал то я ну все равно как грехи прощает такие прощаются надо сознаться говорится выпросить слезы у бога а вот вы сейчас кончите говорить я вам скину наши ресурсы и у нас идет молитва по скайпу вы можете подсоединиться к нашему чату а я ж на молитву подсоединяюсь я ж в группе в группе вячеслав забыл это ну не звонят молитва вечером я когда не нашел вячеслав семенов надо да 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 он хороший человек но она видно я ж видел ролики как он к вам приезжала потом его в скайпе тоже нашел они меня в группу ну там молитва когда я на дома одну подключаюсь на молитву понятно он приезжал женой с отцом ну видать ну от вас вот действительно я на него смотрю люди так от некоторых ход зло прямо посмотришь как вы там вот занимаетесь на душе радостно и сам уж на бога надеюсь здоровые хозяйства да это жизнь настоящая на природе когда все как один видите у нас там один фермер как он ищет строил зерносклад как наши помогали там барабаш барабаш он сегодня был вторник это молочники называется они приезжают с молоком сливками тут ну это их валюта творог сыр там делают ну и скотину колят бывает говяжина баранина свинина яйца привозят то есть теперь уже не как первый год приехали ничего нету ничего того до зимы хоть что-то жилье какое-то а сейчас все нормальные дома там из кирпича уже и из бруса да делают под европейский вид там никогда не догадаешься что тут еще не было ну да сейчас так города жить я не знаю едят всякое ну на домашнее кушать все самому выращивать саму производить да мы слышали это говорит если сейчас что-то стучится только из москвы пробка будет 130 километров и поэтому надо сегодня уже содружество 100 150 человек где-то выезжать огораживается потому что народ хлынет потому что есть нечего холодильник один а у нас у барабаша только у него в два склада заполнена пшеница ящмень горох лен ну все есть гречка он один про кормят и нужды никакой нету слава богу я летом вам звонил вы мне отписали что 10 октября да потому что оттуда очень трудно было и очень высчитывает много там обманывает их а вот здесь заплатил там пятьсот пятьдесят и я целый день не выключаю а там нет зашел каждая минута и главное месяц сделали на два дня короче месяц на два это вообще с ума сойти и теперь деньги остались там у меня допустим 1000 на следующий месяц они переводят уже проглатывают она здесь вот у меня на телефоне лежит хоть сколько и с одного месяца на другой я никому не звоню они мне лежат и лежат а в ю тубе в сельской местности положили деньги денег нету в прокуратуру обращались ничего не помогает жулики обманут людей ну да поэтому я уже в skype не выходил 4 месяца а тут у меня каждый день беседы и в чат рулетки люди приходят я тоже смотрел вашу как в чат рулетки все как ну все ролики ваши вот сегодня я два ролика поставил я каждый день выставляю там 13 14 роликов у нас очень большая работа потому что у меня большие ресурсы я раньше заготовил еще в советское время а сейчас их в электронном виде а теперь надо все вопросы это 4124 вопроса отдельными вопросами оформить и чтобы люди могли зайти и вот вячеслав помогает этот а с другой стороны там другой человек сергей пупков 55 папок начинается колдовство без и последняя церковь папка потому что у меня в бумажном варианте 38 томов вышло и 7 которые в электронной версии что-то заглохло все не не слышно если у родственники ну умершие родственники когда снятся умершие но ну и что разговаривать как это бесы никак ну это сон это как бы наиву вы видели тогда бы можно сказать а сон есть сон сон бывает было получается на войне я не знаю это как наиву или сон я так и не понял что это было это бывает сон от бога бывает от дьявола бывает от заботы переедания у меня хотел вам историю рассказать иннатий тихоныч были ну в окружении мы и окружили нас а у нас была святая вода я всегда бутылку святой воды с собой возил умываемся под лопцы крестятся а мусульманин подходит один говорит вось можно тебя ну поговорить с тобой я можно а мне можно выпить святой воды и умыться можно он выпивает умывается а сперва можно мне выпить я ну можно а я ж мусульманин я всевышний один он выпил и крестился у меня приятно слышать на войне тесно так в миру там может не то а там все верующие когда вот что-то случается так молятся все а как нас нужда не принуждает так и забывают сразу все да 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 у нас идут занятия по скайпу вы знаете я знаю у меня все все да 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 и молитвы если я могу даже скинуть вам на всякий случай и все наши ресурсы идуйте иннатий тихоныч буду рад хорошо было маме говорю говорю может когда-то боженька ну даст так что выруха хочется потеряю попасть ну потеряйте мало молодые с детьми тогда мы с ними говорим пять условий знаете первое не лжет не пьет не курит не матерится не ворует тогда мы разговариваем с ним курить я с детства вообще не курил никогда выпивать и вино вино мог выпивать не надо не надо мы в рот он говорил наша радость от трудовых успехов владимир решение с богом быть вот это наверное радость да так у вас вопросы есть какие то то нет и знаете тихом шаг хотела ты хочешь позвонить ну вот если будут вопросы так через месяц можете зайти приготовьте все его также позвоните но сначала узнать дома я или нет а то я бывает вот в отлучке здесь в городе ну тогда все если ничего нету расстаемся спасибо благодарю за посещение с богом все отключайтесь